Знакомьтесь, Арнольд. И он уже около часа думает, что выбрать. Кокосовую воду или колу. Очень оригинально. Снова на тебя свалились проблемы. Кажется, все очень плохо. Тебе нужна срочная госпитализация. До ближайшей больницы ты не дотянешь. Сердце может остановиться. Тебе нужно срочное переливание крови для поддержания давления в кровеносной системе. Во Вьетнаме во время боевых действий раненым ставили кокосовые капельницы. Кокосовая вода больше всего схожа с плазмой человеческой крови. Так что у нас есть? Кола? Окей, работаем. Но сначала нужно выпустить все газы. Если газ, содержащийся в напитке, попадет в кровеносные сосуды, это буквально разорвет тебя изнутри. В составе колы есть сахар, глюкоза. А это источник быстрой энергии, что позволяет взбодриться. Кажется, сработало. Кола в твоем организме прижилась. В твоем кишечнике теперь так же чисто, как после обработки колой ржавчины. Твой внешний вид немного изменился. Волосы поменяли цвет. Но зато ты станешь самым желанным гостем на любом детском празднике. С таким количеством кофеина, который есть в составе колы, спать можно раз в три дня. Соответственно, можно успеть куда больше, чем обычный человек. Ведь даже профессиональные спортсмены употребляют колу для быстрой дозы энергии. А пополнить ее всегда можно в любом ближайшем супермаркете. Стой, камикадзе! Всего лишь одна конфета Ментоса сможет превратить тебя в баллистическое оружие земля-воздух. Не переживай, это все равно не испортит тебе день. Кола способствует даже победить небольшую депрессию. Но, если честно, Арнольд, кола в крови — это смертельно опасно. Больше всего страдают глаза, почки, нервы и сердце. Да, похоже, кола — это не вариант. В следующий раз попробуем пепси. Пока, сладенький. Ох, Арнольд, кто-то вчера хорошенько повеселился. Уверен, что в твоей голове такой же беспорядок, как и в комнате. Что, совсем ничего не помнишь? А, Арнольд, неужели вчера ты впервые стал настоящим мужчиной? Поздравляю тебя, мужик. Это твоя первая алкогольная интоксикация. А вот и первые неприятные последствия нового знакомства. Арнольд, как насчет того, чтобы выпить за знакомство? Ну, понятно. Ой, Арнольд, неужели ты захотел сделать себе напоминание об этой встрече на всю жизнь? Зато потом будет о чем рассказать друзьям. Как видишь, последствия алкогольной интоксикации приводят не только к минусу твоего здоровья, но и к минусу на банковской карте. Ох, щедрости вчера тебе не было равных. Ты был прям королем вечеринки. А где же твой зуб? Вспоминай. Арнольд, ты не знал, но чрезмерное употребление алкоголя приводит к неоправданной агрессии. А за такое можно хорошенько поплатиться. Я зуб даю. Вот ты нашел выход. Пора принять аспирин. О, нет. Походу, ты так и не пополнил свои запасы в аптечке. Сегодня прям все беды на твою голову. Минеральная вода просто чудодейственная штука. Тебе просто необходимо пополнить водный баланс в своем организме. Это что еще за джакузи? Понимаю, что после вчерашнего ты бросил пить. Но не в воду же. Но не думал же ты, что будет так просто избавиться от интоксикации. Кто-нибудь позвоните Спилбергу. У нас есть новый сюжет для его челюсти. Что такое, Арнольд? Звонишь в службу спасения? А, ты решил пополнить свои силы вкусной пиццей. Но ты не учел одного. Перегар. Это продукты распада этанола, которые появляются в организме после того, как за его переработку взялась печень. Один из них — уксусная кислота. Имеет весьма противный душок. После еды так и тянет на сон. Привет, вертолеты. Увы, но о сне можно забыть. После приема алкоголя функции мозжечка нарушаются. Как только ты закрыл глаза, ему перестает хватать данных для ориентации в пространстве. И он начинает передавать битые данные в кору головного мозга. Бедняга Арнольд, на тебя прям жалко смотреть. Давай-ка я дам тебе один совет. Сейчас тебе поможет кружечка горячего чая закутаться в теплое одеяло и заснуть так крепко, что ни один принц не разбудит тебя поцелуем. Я же говорил, что это поможет. Можно тебя поздравить со вторым днем рождения. Что скажешь, Арнольд? Больше ни капли в рот. Даже в таких заманчивых ситуациях. Но не забывай, что за каждой маской радости кроются гадости. Арнольд, спокойнее. Ведь эту смертельную ошибку ты допустил сам. В один прекрасный день, который совсем не предвещал беды, Арнольд был заперт в гипермаркете до конца своих дней. Вы спросите, почему? По кочану. Захотелось мне запереть его в маркете. Здесь можно целыми днями есть конфеты и батончики, гонять по магазину в тележке. В твоем распоряжении товары для отдыха, спорта. Есть одежда и лекарства. В среднем это 120 тысяч единиц продукции, которые обеспечат 50 лет беззаботной жизни. Но на самом деле без электричества. Огромная часть товаров будет испорчена уже на следующий день. При комнатной температуре целая тонна молока, которое есть в магазине, пропадет через 18 часов. Свежая курятина, свинина, говядина испортятся через сутки. Чуть больше продержатся торты и выпечка. 36 часов. Можно делать заготовки, засаливать рыбу, сушить хлеб. Тогда срок хранения увеличивается на годы. Но мы живем одним днем. Да, Арнольд? По истечению недели пропадут овощи и фрукты. И тебе придется перейти на крупы. Вот только их приготовление истощит запас воды, которую ты бы мог пить лет 10, если бы фильтровал ее, пропуская через уголь из садового отдела. А затем очищал серебром. Отныне твоя обычная еда — это консервы. Тушенка может лежать до бесконечности, если не повреждать упаковку. А маринованные огурчики и помидоры будут дополнительным источником воды. Трех тонн консерв, которые лежат в магазине, хватит на 8 лет жизни. А дальше твоим источником еды останутся... Многие вещи можно использовать не по назначению. Например, подтираться можно любой бумагой. Надо только хорошенько помять листочек и использовать, как это делали наши прапрабабушки. Арнольд, смотри, это же ты из будущего. Остановись, ему не нужна твоя одежда, ему нужна помощь. Поэтому ты отправляешься в 2050 год. Да уж, не так все представляют светлое будущее. Ведь к 2050 году Земля будет страдать от глобального потепления. Население планеты вырастет до 10 миллиардов человек. Это вызовет перенаселение и нехватку пресной воды. А сверхдержавы развяжут войну за последнюю банку Пепси. Представляешь, планеты на грани уничтожения, а они воюют из-за Пепси. Что ж, вернемся к нашей миссии. В 2050 году у каждого человека есть кибернетические импланты. А поскольку вражеские дроны могут засечь импланты на расстоянии 10 километров, ты, Арнольд, являешься самым неуязвимым человеком в 2050 году. Именно ты поможешь изменить ход войны. Забегли снова через банк. Итак, Арнольд, противник замечен на севере, но путь к нему преграждают электромагнитные пушки. Вместо снарядов они стреляют электрическими импульсами, а скорость импульса превышает 7 тысяч километров в час. Нужно срочно найти укрытие. Бегом в метро. От пушек вы укрылись, но есть и другие проблемы. Сканеры обнаружили дронов. Арнольд, не переживай, ты же помнишь, что эти дроны даже не заметят тебя. Нужно просто проскочить мимо них и выключить питание. Молодец, Арнольд. К такому будущее не было готово. Вперед! Вы почти у цели. Пора выбираться на поверхность. Арнольд, вокруг полно противников. Залезай в экзокостюм! С его помощью ты можешь стать суперсолдатом и преодолевать большие расстояния, не уставая. А все физические нагрузки становятся в 20 раз меньше, чем есть на самом деле. Теперь ты непобедим. Нужно только разобраться с управлением. Арнольд, нет! Арнольд, ты только что убил себя из будущего. Ладно, не время горевать. Враги приближаются. У тебя есть огнемет. Используй его. О, да! Никто даже подумать не мог, что такое произойдет однажды в Голливуде. Арнольд, ракета! Арнольд! 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 И тебе нужно отправиться в прошлое и найти его. А вот и доброволец. Тащи его в портал. Где-то я уже это видел. Арнольд, неужели ты начал здоровый образ жизни? Знакомьтесь, Арнольд. Оденься, потому что с таким телом мы потеряем всю женскую аудиторию. Ищешь сходство со Шварцнеггером? У вас из похожего только имена. Придется заняться спортом, чтобы достичь такой фигуры. Да и отказаться от твоего привычного рациона. Или у тебя есть какой-то другой вариант? Арнольд, ты серьезно? Стероиды? Во-первых, это незаконно. А во-вторых, повторяю, это незаконно. Мышцы, состоящие из белковых соединений, наращиваются за счет микроразрывов, которые в течение нескольких дней восстанавливаются и делают мышцу крепче и больше. Стероиды. Вещества, которые, попадая в организм, превращаются в гормоны, которые ускоряют процесс восстановления в два раза, при этом увеличивая мышцы в объеме. После такой дозы тестостерона уже начинаются необрачимые процессы в организме. Угревая сыпь. Уменьшение бубенцов. Ай, неоправданная агрессия. Хотя мне понятно, из-за чего она вызвана. Не переживай, Арнольд, зато у тебя большим будет кое-что другое. Кажется, этот горе препарат как раз для таких лентяев, как ты. Действительно, употребляя стероиды, не обязательно тренироваться, чтобы нарастить массу. Конечно же, тестостерон в таких количествах увеличивает половое влечение. Тебе сразу же захочется внимания. Эй, Арнольд, это уже перебор. Решил выставить свои фото в приложении для знакомств? Поздравляю, сразу совпадение. Судя по ее фото, у вас с ней много общего. Чем будешь удивлять на первом свидании? Отлично, Арнольд, вы очень хорошо подходите друг к другу. Доброе утро, Арнольд. Вижу, ты проснулся не один. Страшно? Арнольд, забыл тебе сказать. На девушек тестостерон влияет по-своему. У них появляется растительность на лице. И голос становится грубее. Но не спеши так бежать, ведь твое сердце уже не такое, как раньше. Ты легко можешь схватить инфаркт. Его забанила Лолита 97. После того, как он в нее втюрился и начал засыпать страницу любовными комментариями. А ты сильно поправился, заедая свое горе мороженым. Я знаю, мы используем это для сегодняшнего сюжета. Посмотрим, до какого веса ты сможешь дойти. Чтобы набрать лишние килограммы, надо постоянно увеличивать количество калорий. С твоим весом и лежачим образом жизни будет достаточно съесть 6 сникерсов в день, чтобы начать набирать лишний вес. Когда ты увеличишься до 300 килограмм, порция должна быть равна 14 батончикам. А добравшись до 2000, ты должен будешь есть, есть, есть и еще раз есть. Пока не скушаешь продуктов на 17 тысяч калорий. Еще ни один человек не достигал такой массы. 2000 килограмм просто уничтожат твое тело. Жир сожмет органы и вены. Ты начнешь задыхаться. Самая сильная кость, которая прочнее бетона в 4 раза, сломается, если ты попытаешься встать на ноги. С таким весом можно прожить всего считанные секунды, пока жир полностью тебя не задушит. Поэтому давай откачаем немного. Кажется, тебе пора одолжить у мамы лифчик. Чем больше в организме жира, тем интенсивнее вырабатываются женские гормоны. Увеличивается грудь. Голос становится тонким. А твой дружок по утрам уже не встречает солнышко. Вот это поворот. Похоже, у Лолита 97 очень ревнивый муж. Не высовывайся. Запасов жира в твоем теле хватит, чтобы просидеть в чулане без еды целых три года. Надо только колоть витамины и пить воду. Эм, не важно. Знакомьтесь, Арнольд. И он опять влип в неприятности. Арнольд, не тупи. Перед тобой президент-миллиардер. Ты можешь просить все, что угодно. А, кстати, что ты попросил? Как-то даже обидно, что в этот раз над тобой издеваюсь не я, а Трамп. Ведь ты заменишь его на целых 24 часа. Почему это будет издевательство? Посмотри на его питание. Чипсы, бургеры, реки Колы. Ты загнешься до конца дня. После завтрака Эк МакМаффином и Колой тебе предстоит встреча со спецслужбами, подписание документов. Да ну нафиг. Пошли погоняем по городу. Тебя ждет президентский кортеж. Это 12 идентичных пуленепробиваемых автомобилей, которые могут выдержать взрыв бомбы. У тебя есть связь со всеми президентами мира. Как-то скучно. Может, чрезвычайное положение объявим? Или Ким Чин Ина патролим? Можно закон утвердить, типа, каждый гражданин Америки обязан быть подписан на канал «Знакомьтесь, Арнольд». На канал «Мид Арнольд». Вот мы и дома. На ужин у тебя ножки из KFC. Что-то мне подсказывает, что Трамп так кушает только для образа. А на самом деле... Ах, вот для чего ему годовая зарплата в один доллар. Ты в качестве награды запросил себе его зарплату? Ну ты лох. Свой доллар ты получил. Теперь тебе придется оплатить налог за все 400 тысяч, которые, по сути, являются зарплатой Трампа. Хоть он их и отдает в федеральные ведомства. Какую почку продавать будем? Привет, Арнольд. Ты что, продал свою ванну? Зачем? Это все ради покупки приставки. А знаешь, Арнольд, врач Джеймс Хэмблин доказал, что можно не мыться на протяжении пяти лет. Давай устроим из этого челлендж. На поверхности нашей кожи обитает огромное количество бактерий, которые образуют микробиом. Говорят, если долго не пользоваться мылом, баланс микробиома наладится сам по себе. Правда, если ты не будешь мыться дня три, придется потерпеть зуд. Не расстраивайся, поди проветрись. Очевидно, после нескольких дней без душа ты начал плохо пахнуть. Отличная идея купить кучу дезодорантов. Всеобщая мода на ароматические средства для тела появилась в средневековой Европе. Тогда люди мылись только два раза в жизни, когда рождались и когда умирали. Неприятный запах ушел. Однако чересчур частое использование дезодорантов может вызвать аллергию и одышку. А соль и алюминия, входящие в их состав, могут даже привести к развитию раковых клеток. Помимо бездомных и в наше время в мире есть люди, которые моются очень редко. Это жители Крайнего Севера, эскимосы и чукчи. Чувствуешь себя отбросом? Постоянная немытость приведет тебя к потере самооценки. Если бы у тебя была девушка или друзья, Арнольд, они бы от тебя отвернулись. Куда ты собрался, Арнольд? Ох, надеюсь, ты не наделаешь глупостей. Арнольд, вот ты где. Решил переехать к чукчам? Поздравляю, ты теперь в клубе нелюбителей принимать душ. Плюс ко всему челлендж окончен, и твой микробиом пришел в баланс. Вау, несмотря на немытость, кожа стала мягкой, свежей, а прыщи ушли. Но что это? О, нет. Похоже, сегодня у чукч праздник. Обряд купания. Сперва они накидывают на себя всю имеющуюся одежду и сильно потеют. После этого скребут кожу костяными скребками. А в конце смазываются жиром нерпы. Арнольд, сейчас тебя искупают в лучших традициях Крайнего Севера. Далеко не убежишь. Тебя наверняка найдут по запаху. Как тебе Австралия, Арнольд? Не шевелись. Кажется, это Тайпан Макоя. Это самая ядовитая сухопутная змея на Земле тупица. Яд Тайпана в сто восемьдесят раз токсичнее яда коброй. Капли размером с булавочную головку можно убить тысячу мышей. А сорок четыре миллиграмма яда, которые змея выпрыскивает за один укус, могут убить сто таких Арнольдов. Бежать бесполезно. Тайпан не уползает после первого укуса, как остальные змеи, а продолжает серию молниеносных сверхточных атак, чтобы добить жертву. Эти тринадцати миллиметровые зубы впрыснули в твою кровь мощный гемотоксин, препятствующий свертыванию крови, что приводит к внутреннему кровотечению. Ты перестаешь контролировать свое тело, конечности не слушаются, затрудняются дыхания, начинаются судороги. О, не переживай, Арнольд, это не кровь, это моча. Твои мышечные клетки начинают в буквальном смысле растворяться и выходить через почки. От этого моча становится красной. Если в течение тридцати минут не принять антидот, то в последующие восемь часов твоей никчемной жизни адская боль, которую ты будешь испытывать перед смертью, заставит умолять пристрелить тебя быстрее. И еще один вдох. Молодец, ты вдохнул ровно два с половиной грамма ртути. Столько мы найдем в двух ртутных градусниках, если будем вдыхать их испарение, как при ингаляции, что ты, собственно, и сделал. А если заполнить небольшую комнату градусниками и хорошенько по ним потоптаться, то у тебя уйдет один час и двести пятьдесят тысяч градусников, чтобы надышаться такой же дозой ртути и умереть. Это тоже ртуць, дубина. Если выпить стакан обычной ртути, тебя максимум хорошенько пронесет. Но от мелкодробленной ты умрешь мучительной смертью. При попадании в организм мелкие шарики образуют опасные растворимые соли. Температура тела поднимается до сорока. Тебя знобит. Грудь и живот разрывает от боли. Добавь к этому букету слюноотделение, рвоту и понос. Твоя кровь становится жидкой, как вода, и черной, как зубы твоей пробабки. Если срочно не промыть желудок, смерть наступит спустя десять-тридцать мучительных дней. Вторая часть, часть, часть... Вирус пробрался. Не шевелись, бубс.